По традиции на центральной площади Черкеска состоялся митинг «Марш Победы». На праздничное мероприятие собрались ветераны Великой Отечественной, тружники тыла, горожане и гости республиканской столицы. Более 46 тысяч сыновей и дочерей Карачаева-Черкесии воевали на фронтах Великой Отечественной. В республике сегодня проживает 314 участников войны. Всех участников торжества поздравил руководитель республики Рашид Темрезов. На митинге побывала шерифат Лепшокова. Митинг в Черкесии начался в 10 часов, одновременно с московским парадом. Приняв от военного комиссара республики рапорт о готовности к проведению мероприятия, руководитель Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов поприветствовал участников марша. На площади появились автомобили с ветеранами Великой Отечественной войны, с теми, кто бился с врагом на фронте в партизанских отрядах, трудился в тылу во имя Победы. Далее знаменная группа пограничников внесла на площадь копию знамени Победы, государственные флаги России и Карачаева-Черкесии. На митинге была зачитана поздравительная телеграмма от президента России Владимира Путина. Торжество продолжилось выступлением руководителя республики Рашида Темрезова. Он обратился ко всем собравшимся с теплыми словами поздравления, с Днём воинской трудовой славы, национальной гордости и народной памяти, самым главным праздником нашей страны – Днём Победы. Без преувеличения для всех нас это особенный праздник. Он соединяет в себе слёзы скорби и радость, боли утраты, великое самопожертвование. Он объединяет страны и поколения. За коротким, но ёмким словом Победы стоит мужество и героизм миллионов советских солдат, напряжённый и тяжёлый труд в тылу. Прошёл 71 год с победного мая 1945 года. Рождается уже четвёртое поколение людей, не знающих тягот и ужасов военных лет. Я абсолютно убеждён, что про это ещё десятилетие, но в наших сердцах сохранится память о подвиге тех, кто героически сражался на фронтах Великой Отечественной войны. Мы горды тем, что в славной военной летописи страны есть доля подвигов и наших земляков – жителей Карачаева-Черкесии. За ратную доблесть и мужество многие из них были награждены самыми высокими государственными наградами. К сожалению, не все они вернулись к мирной жизни. Много наших земляков нашли последний приют вдалеке от родных мест. «Светлая память всем погибшим, кого нет с нами», – сказал руководитель республики. Тысячи людей по звук метронома минутой молчания почтили всех, кто навсегда остался лежать на полях сражений. На митинге было зачитано поздравление Палпреда Сергея Меликова. Ко всем собравшимся с искренними словами поздравлений обратился и участник Великой Отечественной войны Николай Антипов. Он еще раз вспомнил о героических страницах прошлых лет. Пришел 71-й год с того юбилейного дня 45-го года. К счастью, нынешнее поколение знает, что мы и слетали до этого времени. Наверное, нет в Крачаево-Черкесии ни одной семьи, которую не коснулась бы Великая Отечественная война. Причем к плечу на войне вместе с солдатами воевали и военные корреспонденты. Очерки, статьи, фотографии, кадры кинофроники – это вклад журналистов в Дело Победы. Тысячи и тысячи военных журналистов погибли на фронтах войны. Светлая память. Далее прошли колонны участников Марша Победы. Парад открыла знамённая группа сотрудников Республиканского пограничного управления ФСБ России. За ней последовали парадные расчёты. Погрануправление, 34-й отдельной мотострелковой бригады отдельного радиотехнического узла распознавания космических объектов. ОМОН, СОБРА, МЧС, ОФСИН, Управление федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, службы судебных приставов. Министерство внутренних дел по Тарачаево-Черкесской республике командует парадным расчётом полковник полиции Василий Попов. Строевым шагом по площади также прошли воспитанники Центра военно-патриотического воспитания молодёжи Черкеска – казаки. Впервые в марше участвовали представители молодёжных национальных организаций «Джигиты». Командовал расчётом Рашид Узденов. На площади была представлена и боевая техника, спецмашины «Тигры», выстрел, а также бронетранспортер. В завершении парада многочисленное шествие направилось на возложение венков к вечному огню. В Парке Победы каждый мог отдать дань памяти всем, кто ценой своей жизни одолел врага. В День Победы здесь по традиции многолюдно. Тысячи людей пришли сюда, чтобы отдать дань памяти всем, кто отдал свои жизни ради спасения родной земли. Память о них бессмертна. Шрифат Лепшокова, Лебустанов, Вести, Карачаево, Черкесия.